Модное финансовое увлечение, которое может превратиться в очередную финансовую пирамиду. Я говорю о биткоинах. Одни говорят, что хранить сбережения в них надежнее, чем в золоте. И к этим людям прислушались даже уже украинские политики. Криптовалюта появилась даже в их электронных декларациях. Другие пугают, что после этого бума электронных денег, аферы Мавроди покажутся просто детским лепетом. Даже цыгане сориентировались, продают доверчивым людям куски пластика, утверждая, что это и есть новые модные деньги. Те, кто вложился в биткоины несколько лет назад, успели в разы увеличить свое состояние. Но что ждет тех, кто заинтересовался криптовалютой сейчас? Смотрите далее. Непризнанные виртуальные деньги, за которые покупают вполне признанные, реальное благо. В интернет-мире новое массовое увлечение криптовалютам. Самое популярное – биткоины. Вот эти биткоины, они сами по себе деньгами не являются. Они не признаны деньгами. Хоть и не признанные, но при этом биткоины – самая дорогая в мире валюта. Один биткоин стоит почти 150 тысяч гривен или 5 тысяч долларов. Отправьте мне 100 биткоинов, и вы получите мой секретный ключ для дешифрования любого жесткого диска. Такое сообщение авторы вируса-вымогателя Петя А этим летом отправили миллионам пользователей во время масштабной кибератаки. За разблокирование машин хакеры просили не традиционный миллион баксов, а биткоины. Что же это за виртуальное золото? И как возникла криптовалюта? Люди договорились между собой о том, что некие числа, обладающие некими уникальными свойствами, мы будем считать монетами. И вот числа выбрали таким образом, чтобы их было ограниченное количество. Хороший приклад – это то, как заявились в принципе гроши, когда это были какие-то там ценные камни или ракушки, и люди начали ними обмениваться, просто думавшись про то, что они что-то коштуют. Криптовалюта ничем не подтверждена. Фактически это деньги из воздуха. Как ее производят, простому человеку разобраться довольно сложно. Биткоины выпускают специальный компьютер, так называемая ферма, который с помощью множества алгоритмов находит идеальное число. Это называется майнингом, что в переводе с английского – добыча. А этим летом одну такую ферму в Киеве накрыли работники СБУ. Криптовалюта подрывает любую монополию на выпуск грошей. Для того, чтобы мы с вами обменялись криптовалютой, нам достаточно за 2 минуты скачать криптовалюту и сделать транзакцию между собой. Купить за криптовалюты можно практически все – и товары, и услуги, но только с помощью интернета. Ну что, поехали! Продам трактор за биткоины. Такое объявление недавно появилось на одном из сайтов по продажам Херсонской области. За телехостехнику просят ни много, ни мало – 23 виртуальных монеты или 70 тысяч евро. Выставляли его в валюте в евро, в гривнах, в долларах и попробовали еще направление – биткоин. Все ради эксперимента и дополнительной рекламы. Звонки были, интерес был на самом деле. И на сайте писали письма по почте, что это, что это за новинка на рынке, каким образом можно купить. Но реального интереса, к сожалению, еще не было. То есть это только развивается. Вот вы к нам приехали с интересом тоже. И продают за биткоины не только трактор. В Украине за криптовалюту даже квартиру обменяли. Но не покупками едиными на криптовалюте можно очень неплохо заработать. К примеру, если три года назад один биткоин оценивали в 200 долларов, то сейчас в 5 с половиной тысяч. Виртуальные дельцы зарабатывают, как валютчики, на курсе доллара. Я купую раз в месяц. Юрий Ковцуняк складывает свои реальные деньги в виртуальные уже 4 года. Говорит, знал бы, что биткоин так стремительно вырастет в цене, приобрел бы больше. Поэтому теперь покупает хоть и мало, но регулярно. 100 долларов минимум я купую за кусочек биткоина. А вот кто покупает биткоины не кусочками, а сотнями, так это наши народные депутаты. Криптовалюта на миллионы гривен у них даже в декларациях указана. Среди продвинутых интернет-богачей Александр Урбанский, Дмитрий Голубов и Дмитрий Белоцерковец. А еще Алексей Мушак. Этот нардеп одним из первых внес в свой годовой отчет электронные деньги. Почти полтысячи биткоинов. Это близко 2,5 миллионов долларов. Говорит, в криптовалюту поверил, когда это еще не было майнстримом. Покупал за копейки. Аналитик Мушак сделал на этом неплохой бизнес и вел проекты в сфере майнинга. Я никогда не скажу, что биткоин это на 100 лет. И всегда скажу, что криптовалюта, как вообще новое явление в световой экономике, так оно займет свое место и там есть разные оценки, но скажут, что 10% операций через 15 лет будет так или иначе обслуживаться криптовалютами. Нет на земле человека, который точно может сказать, как это будет в будущем. Смотрите, вот то же самое с любым большим изобретением. Когда изобрели интернет, тоже никто не знал, что всего там через 15 лет мы все будем от него зависеть. Мы только знаем, что мы имеем дело с фантастической по своим возможностям технологией. Но у этой фантастической технологии хватает скептиков во всем мире. Массовое увлечение сравнивают с тюльпановой лихорадкой. Грандиозной финансовой аферой планетарного масштаба. В мире биткоин пока официально признали лишь в Японии и Германии. Но нашлись смельчаки и в Украине, которые готовы дать шанс криптовалюте. В парламент внесли законопроекты, в которых предлагают легализировать виртуальные деньги. Ведь сейчас они официально не признаны, хоть и не запрещены. Тем временем в Киеве появились терминалы, где купить биткоин можно практически на улице. Так называемые криптоматы, но только в столице уже появилось шайсточек продажи криптовалюты. Деньги будущего или виртуальная афера? Что будет с криптовалютой дальше? Вопросы, на которые пока ответить не может никто. Ясно одно, это виртуальное явление, пусть и на какое-то время стало частью нашей реальной жизни. Любовь Кукла, Богдан Вербицкий, Даниэль Косаковский и Богдан Савруцкий. Подробности недели. Телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова